всем привет я нахожусь в городе майсур это мой 10 город я сейчас пойду смотреть достопримечательность пока что я подошла в такое место буквально три минуты от моего отеля где остановилась смотрите как здесь красивенько слоники коровки такая башенка с часами посередине вот и здесь вокруг находится рынок здесь чего только нету очень много разных фруктов но овощей кстати я не видел но наверное тоже есть и дальше всякие ларечки через только не продают и постовар и так далее вот туда вот можно зайти вовнутрь такие вот здания красивые ртл вот есть мобильная связь это прям самый такой центр центр видите женщины носят корзины на головах а еще здесь ходят коровы покрашенные желтой краской я думала это от мух но мне сказали что тут недавно был фестиваль но мне кажется если честно что это от мух потому что желтый покрашено мне кажется какая-то специальная жидкость который мухи не садятся дыни гранаты буава бананы ананасы виноград яблоки арбузы кокосы еще смотрите сколько бананов так вот майсур это город находится на юго-востоке инди около миллиона человек здесь по последней переписи населения проживает и самое главное здесь достопримечательно здесь находится великолепно красивый майсурский дворец который считается вторым по красоте после версальского дворца и при этом угадайте что видите вот корова и она покрашена желтым бананы есть сейчас попробую обойти показать эту корову поближе при этом догадайтесь одного раза конечно же нельзя снимать внутри этого дворца меня просто это убивает ребята зачем строить великолепные достопримечательности потом не разрешать в них снимать какой смысл я не понимаю так подруга я иду тебя снимать смотрите как интересно видите рога у нее красным покрашены а шерстка желтым покрашена на чешется сладко чешется обловочку такую классную вот и поэтому я конечно просто так расстроилась я хотела вам снять потому что он очень красивый этот майсурский дворец вчера я увидела что снимать нельзя почитала на сайтах везде на форумах что обойти тоже никак это нельзя что там очень строго нельзя так что просто заплатить и снять вот я прочитала что можно снимать только вокруг этого дворца там огромная территория на этой территории еще храмы разные стоят то есть снаружи вокруг вроде как разрешают снимать а во внутрь чтобы зайти нужно сдать всю технику опять сейчас я пойду туда попробую все-таки что-то интересное снять потому что город очень красивый в нем очень красивые достопримечательности а еще я здесь живу напротив гипермаркета такой большой гипермаркет я увидела первый раз в индии за три месяца ну не три ну два с хвостиком два с половиной здесь нахожусь уже десятый город и такой большой гипермаркет я не видела еще ни разу я вот думаю что надо сделать обзор на цены на то что там продают чтобы понимали что гипермаркеты очень сильно отличаются наверное я это тоже сделаю все подруга пошла гулять я тоже пойду постараюсь вам что-нибудь сегодня интересное заснять так ребят смотрите я подошла вот здесь вот где это кольцо где вот это вот стоит статуи птички летают здесь рядом вот этот парк с большим деревом я думала что здесь вход но мне сказали вот майсурский дворец мне сказали что мне нужно обойти все это мы еще так спокойно здесь народ мало может выходной нет все нужно просто все обойти и горит вот туда вот иди все обходи и с другой стороны будет вход что пошла другу с другой стороны смотреть там конечно сейчас будет дурдом наверное так я все еще иду обхожу это все чтобы в найти вход посмотрите как красиво здесь очень большая территория вот этого парка вокруг дворца я все ее обхожу никак не обойду никак не найду вход конечно здесь очень красивый насколько я знаю там прям при входе заставляют снимать обувь и ты можешь ходить только босиком по всей территории то есть по парку тоже ну сейчас посмотрим сейчас дойду посмотрим так спустя минут 15-20 я обошла это дворец очень большая территория парка как я уже говорила вот здесь главный вход смотрите работает он на 10 утра до 5 30 вечера вход 100 рупи для взрослого вне зависимости местный ты или турист что очень странно и очень приятно вот сейчас я пойду вовнутрь скорее всего мне уже дальше но над внутри должны дать снимать в парке в самом дворце нет но должны заставить снять обувь сейчас пойду разбираться потом вам расскажу так все я вошла вовнутрь за 100 рупи пока что меня не заставили снимать обувь наверное заставляют уже на входе во дворец смотрите как очень красиво уже на входе какая красота какая детализация здесь на этой территории дворца здесь много храмов этот прямо на входе видите вот шри швета вараха с вами темпл называется вот здесь таблички стоят вот этот именно был построен в 1809 вот посмотрите как выглядит дворец такой вот вид приходе открывается очень красиво везде вот здесь идет парк здесь заграждение чтобы не могли машины проезжать и говорят что нужно идти сначала вот сюда налево сейчас посмотрим вот тут можно платно сделать фотографию вот такую большую на фоне дворца они вот прям любят эти бумажные фотографии везде здесь очень ухоженный парк такими красивыми растениями еще здесь есть мини-кар на которых можно кататься потому что территория очень большая и вот красная стрелочка way to palace дорога к дворцу мы по ней идем сейчас посмотрим что там будет у нас дальше территория конечно вообще великолепно выглядит очень все красиво ухожено посмотрите какие да здесь виды шикарно такие цветы растения интересные вот смотрите как называются эти цветы как кто помнит я не помню беленькие вот эти красивые это папоротники такое все прям зеленая очень красиво пока я обходила дворец да вот где девочки до фоткаются здесь хороший вид здесь вот такой вот можно там тоже будет сфотографироваться у меня маленький рюкзак собой меня просто рюкзак прогнали через ленту и не заставили сдавать но я так понимаю что если ты приходишь с большим рюкзаком то тебе заставляют его сдать потому что я видел напротив находится клок рум чтобы сдавать большие рюкзаки я видел что там стояла очередь и люди сдавали большие сумки так вход вход вот здесь сейчас мы посмотрим сейчас просто до туда дойду не буду пока заходить наверное потому что внутри точно нельзя снимать все заберут и заставит разуться я наверное сейчас пойду просто вокруг погуляю по территории и поснимаю а потом наверное уже схожу вовнутрь но здесь просто шикарно здесь очень красиво ребята очень да вот я вижу очень много людей и похоже это уже интернет вступила сюда налево теперь уже вход странно что вход такой дешевый неужели ничего не надо доплачивать так что это очередь смотрите похоже очередь или нет что не застоят так входишь туда дальше а ну да вот лифи и футбол я оставь свою обувь здесь проходишь сдаешь обувь сдаешь все что есть мобильники и так далее только потом тебя пропускают пока во внутрь не пойду пойду поснимаю вам территорию господи помоги пройти спасибо вот этим свисту нам мне кажется платят чем больше они просвистят тем больше им платят а еще меня почему то здесь не работает интернет я читала про майсурский дворец его очень много раз отстраивали и разрушали и вот эта последняя версия вот этого дворца она уже построена началась там в 1800 каком-то строится и закончили только 1900 начале в общем 19 века в общем все 20 до получается то есть он вот эта вот последняя версия она такая новенькая прям новенькая естественно здесь тоже жили королевские семьи drinking water но я ни разу не пробовала эту drinking water потому что мне как-то страшно так мужской туалет вот здесь у нас написано здесь смотрите всякие ларечки боже мой какие здесь растения господи это просто шедевр ну посмотрите но это же как будто не настоящая но все папоротникам обросшие просто шедевр как красиво так сейчас хочу пройти вокруг а еще храмы здесь работают почти везде по индии они работают прямо с утра до 12 и потом с 5 вечера а получается территория вот это до пол шестого по идее работает с храму зайти вовнутрь получается нельзя ну только или вот эти последние полчасика так и здесь выход что ли они так много людей идет наверное здесь выход мой туристу пластик фризон а здесь еще рядом есть зоопарк здесь вообще помните примечательности ladies туалет а это женский туалет вот это вот ребята очень красиво очень красиво чукатик смотри что тут еще есть так вот это наверное выхода территория парковка мотоциклов а тут слева какая тяпка растяпкалась так ладно сейчас что-нибудь интересное найду сниму вам так ребята продолжаем идти в общем смотрите все правильно мне заработал интернет начали вообще этот дворец строить еще в 14 веке но его очень много раз уничтожал он уничтожался и вот эта последняя версия которую мы сейчас видим она начала возводить 1897 году и в 1912 закончилась закончили возводить получается что здесь на территории находится 12 храмов вот и этот дворец принадлежал бывшей королевской семье в одеяров которые здесь правило вот еще один храм да и сзади меня еще один храм и так понимаю что я иду там где выход что все люди идут мне навстречу хотя может быть все таки здесь можно пройти сейчас посмотрим и этот дворец наняли строить я получается обошла да вот получается вот этот вход опять-таки security force так здесь наверно не пройти или пройти так это выход я пришла каким-то образом к выходу да да это выход опять у меня такая же история как в дайпуре что я прихожу к выходу ладно сейчас попробуем вот смотрите видите впереди стоит еще один храм красивый очень красивые здесь храмы и храмы тоже старинные начиная там с четырнадцатого века есть храмы построена и вообще майсур называется городом дворцов здесь помимо этого дворца есть еще много других дворцов на этот дворец основной и вообще майсурский дворец считается 2 по значимости достопримечательностью в индии после тадж махала так вот этот дворец строил британский архитектор специально наняли британского архитектора построить этот дворец обычно индийцы не любят постройки которые сделаны не местными так сказать но вот этот дворец они очень любят все и его здесь посещают около трех миллионов по моему там за год наверное очень красиво слушайте храмы конечно шикарные я не буду даже пытаться прочитать название извините вы его видите на экране попробуйте сами прочитайте шри лакшми я еще могу а вот потом романа с вами темпл экшен шри лакшми романа с вами темпл как-то так очень красиво здесь вообще как-то вот я иду какой-то странной дорогой мне кажется пошла я по задворкам в общем как обычно ну что вот здесь вот не очень как-то уже ладно сейчас попробуем войти и выйти опять в красоту в общем сюда можно прийти просто погулять 100 рупи это 75 рублей ну как минимум вот по этой территории парка погулять пофоткаться даже если не заходить во внутрь и очень приятно жарко конечно к 30 градусов я даже пожалела сегодня что пошла в кроссовках я просто уже по индии сколько там третий месяц все время хожу в кроссовках очень грязно потому что пыльно слушайте я правда зашла на задворки дворца показываю вам изнанку красоты с той стороны такая красота с этой стороны но такое вот он за дворец так ладно сейчас выйду в красоту опять включусь так все продолжаем я обошла всю изнаночку смотрите вот это как раз тот вход через который я пыталась вначале войти видеть вот там это кольцо и потом мне пришлось и так получается всю эту территорию обходить сейчас вам покажу желтых коровок вот тут стоит еще один такой же прекрасный храм и вот другая сторона дворца солнце светит наверное не видно не знаю мне не видно вот и получается что я вот так по кругу с той стороны обошла ну конечно здесь очень красиво ребята вот смотрите в общем здесь почему-то все коровы покрашены в желтый цвет мне сказали что это из-за какого-то фестиваля но я думаю что это от мух а посмотрите у этой коровы один рог желтый ой 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 не надо так на меня идти один рог зеленый а другой красный она сама желтая надо сфотографировать эту корову она по-моему просто шикарная ну ты тоже шикарный не переживай здесь очень много коров пасется и все коровки доведите которые светлые но они помечены какие-то прям полностью покрашены какие-то помеченные очень интересно я еще не видела ни в одном городе до этого же коров желтого цвета который покрасили зачем их покрасили покрасили видите они именно светлые места этих коров вот так конечно с разноцветными рогами самое прикольное надеюсь они себя так ведут просто потому что они не ходили в школу сейчас снимаю для инстаграма и меня стоят снимают ну я тоже достопримечательность очень красиво здесь ребята мужчина вот решил зачем-то в кадр зайти не знаю зачем так ладно сейчас я на секунду еще подорвусь и сделаю фотку коровочек и потом включу еще раз вот коровки тоже рога разноцветные классно зачем они так искусство просто проявление искусства таким образом наверное в индии происходит раскрашивать коров согласными в этом таких много и там еще дальше такие стоят ну-ка давайте кто знает зачем им рога раскрасили ой вообще класс так надо уйти от коров уже я пришла же в дворец посмотреть правильно немного не такие милые не знаю как можно после индии есть корову я такой мясоед мне так сложно у меня прям душа рвется с одной стороны они такие великолепные я не могу их есть с другой стороны так плохо жить без мяса этот прямую чуть есть нечего особенно людям которые не могут есть острый здесь тяжело так еще один temple тоже закрыт сейчас пройдем это получается вот вся территория да то есть вот я сейчас иду и спереди вы видите арку дал там в конце temple это то откуда я начинала то есть я обошла весь этот квадрат большой парк конечно вот смотрите он продолжается парк очень большой с той стороны получается вот видите которую арку я сейчас снимаю с той стороны я тоже вам снимала когда обходила все но без вариантов надо идти во внутрь все территории я обошла мне очень жалко что я не смогу снять внутри это конечно очень несправедливо сейчас попробую спросить ну 99 процентов 100 что не получится так бы хотелось снять многие люди просто не могут путешествовать по многим причинам почему я не могу им показать что находится внутри этого дворца для чего его строили чтобы люди им любовались ну конечно строили для королевской семьи но сейчас на данный момент он же туристическое место почему я не могу показать людям которые не могут путешествовать по каким-либо причинам это место я не понимаю этой логики ребят я не вспомнила ни одного места в россии туристического которое нельзя снимать у нас голые попы нельзя напротив храмов фоткать но снимать все можно почему в индии такие строгие правила и для чего вообще это нужно мне совершенно непонятно все я вам показала всю территорию сейчас я получается поворачиваю направо и попадаю опять ко входу ну территория конечно парка продолжается по ней можно еще туда пройтись во все стороны 12 темпов дождаться когда откроются бойцы у них похоже школьные экскурсии водит вот так что постоянно вижу очень много школьников форме идет и вот фоткается огромная компания наверно ребята или из института с колледжа откуда-то вот пожалуйста они все со мной поздоровались сушки ну конечно очень красиво здесь ребята просто фантастика посмотрите какое дерево сейчас я чуть-чуть остановлюсь убежать ну все все что могла я вам показала извините сожалению дальше я пошла уже сама исследовать так ребята я вошла во дворец и у меня пока не забрали телефон я не знаю почему но может быть дальше заберут нужно сдать свою обувь заплатить веру 2 руби за хранение тебе дают талончик и все и дальше ты проходишь тебе еще раз просвечивают рюкзак ты попадаешь вот в такой холл сейчас посмотрим что будет дальше наверное будут забирать что в интернете везде написано что телефон забирают пока ничего не забрали вроде уже вошла вроде уже даже экспонаты стоят посмотрите как здесь красиво какие здесь красивые потолки мы попробуем сейчас посмотрим что будет дальше пока уберу его а хотя может и не уберу так сворачиваем его сюда в носочках я иду в носочках какой слоник золотые ворота позолоченные слушайте ну пока ничего не говорят я не знаю я боюсь уже складить вот такой внутренний двор очень красивый вонтовая лестница везде ликмина но здесь тоже вот эта история one way то есть я не могу сейчас повернуть направо здесь огороды но я должна повернуть только налево и пойти со всеми слушайте все все снимают я в шоке может что-то поменялось ребята посмотрите как красиво тронный зал очень красивый да все все снимают может быть правило поменяли меня это очень радует вот смотрите здесь значит карте они подписаны да во фест батальон майсур так первый батальон еще есть табличка но она не читабельная какая-то совсем совсем не читабельная а смотрите здесь имена да да имена британца и пронумерованы они еще на этой табличке вау как красиво шотландский батальон если не запрещено снимать то может быть я уже тогда достану стабилизатор который я спрятала и буду снимать на стабилизатор такой смотрите какой здесь плиточкой выложено да красиво очень все вот это я понимаю дворец а в дайпуре какой-то был дворец не дворец вот это я прям вижу эту роскошь грандиозность и величие очень красиво ребята очень красиво ладно попробуй достать сейчас стабилизатор так я поставила телефон на стабилизатор молю всех богов чтобы мне не заставили выключить пока не заставляют так что мы немножечко пройдемся как минимум здесь по дворцу с вами посмотрим в общем здесь везде картины не подписаны годы видите вот сюда направо пойти нельзя здесь загорожено вануэй везде вот это или полет великолепный кафель и на стенах какие двери красивые теперь мы заходим в картинную галерею вот да здесь уже подписано здесь уже подписано парень очень хочет попасть в мое видео хорошо он просто просто вот так вот стоит порчится уже три часа все всех поснимала вот это королевские семьи подписано годы правления картины красивые мне сказали что они из кирала из штата кирала в который следующий я поеду очень интересная информация ценная картинная галерея такая с членами королевской семьи красивая картина какая здесь вот такая плиточка уже более обычная здесь смотрите как красиво шкатулки королевские шкатулки они за стеклом с ними тоже фотографируются так мы пойдем дальше со мной тоже пытаются сфотографироваться но я успела выбежать из кадра вот и мы получается прошли вот сюда откуда мы вошли где была закрыта дальше идем по этому же залу тронному где висят картины здесь намного конечно приятнее чем в удайпурском дворце еще в том что здесь намного просторнее я не чувствую себя зажатой потому что в удайпурском дворце у меня что не клоустропобия началась кто смотрел знает там было очень узко очень тесно очень узкие проходы очень много людей которые зажимали тебя со всех сторон и ты не мог выйти из этой толпы конечно как метро в час пик ты не можешь никуда деться ты зажат вот такой смотрите внутренний дворик вот который как раз я уже снимала когда я заходила да вот этот винтовая лестница еще раз вот эти львы башенька очень красиво у меня уже задеет компания фанатов моих идет так следующий зал мы заходим здесь стоят стоит царская мебель стоят видите вот зеркала черву silver chair серебряные стулья вау какой-то толок ребята резной деревянный какой красивый потолок вот смотрите вот это вот серебряные стулья через silver chair такой трюмо красивая со сониками я сейчас вас снимаю со мной тоже фоткаются параллельно беспалево немножко затрудняет сейчас секунду я выйду парень идет передо мной он пытается со мной сфоткаться не что подойти спросить смотрите какой красивый ганеши все это вырезанное из дерева здесь вот такая плиточка очень веселенько выходим дальше в пол все еще такой чистенько потому что все это не старенькая вот видите ли здесь такие двери на вот эти заперты и вот эти заперты все получается мы как бы по кругу прошли по идее сейчас мы должны пойти на второй этаж наверное потому что он же двухэтажный это дворец может быть второй этаж недоступен мы посмотрим сейчас здесь здесь все также выполнено такие же великолепные потолки такая же красивая плиточка сейчас мы выходим туда откуда мы пришли дальше должен быть поворот куда-то наверное налево получается по кругу так прошли да сейчас будет налево дальше все просто какое-то волшебство что все еще все снимаю никто ничего не говорит потому что я пыталась найти в интернете информацию про майсурский дворец на ютюбе посмотреть что-нибудь я нашла только его с улице изнутри ни одного кадра ну фотографии можно найти я имею ввиду ни одного видео очень красиво такие миниатюры все и дальше мы опять идем ван вэй какие девочки красивые здесь какая-то пробка образовалась сейчас попробуем обойти но ряд ли получится кровать маленькая кровать золотистая она такого размера кукольного что она или только для младенца или это просто макет кровати все мы прошли пробку дальше мы поднимаемся ой какие красивые женщины я их тоже сниму вот потом и дальше сюда проходим смотрите какие здесь витражные стекла ликмина тоже классно вот такие вот фонарики подставки под фонарики дальше поворот и пошли на второй этаж до что пошли на второй этаж да детализация конечно шикарная господи я напугалась видите здесь тоже картонка есть а есть еще вот такая вот статуя я думал это настоящий выглядит как вход в рай видеть в рай сколько людей со мной идет индийских а какая красота ребята это это очень красиво так ладно я мешаю всем фотографироваться сейчас я выйду отсюда такое зеркало здесь очень красиво так очередной тронный зал он огорожден так вот веревочками чтобы сюда не могли пройти все фотографируется около веревочек смотрите какой потолок это арки это тот же выход на улицу ну точнее не выход арки с видом на улицу там где мы ходили уже посмотрите какие потолки здесь просто люди фотографируются сейчас попробую пройти все фотографируются с вот этим тронным залом также мне пройти чтобы не влезть в кадр мы словарный запас когда что-то такое заканчивается на вау простите еще видите везде скульптуры такие маленькие везде лепнина очень красивый зал такие мужчины колоритные так с этой стороны здесь также сделано тоже зеркало вот видите все идут мужчины за ручку я уже рассказывала про это в индии это нормально то есть мужчины могут идти или в обнимку или за ручку это просто означает что у них очень крепкая дружба и поэтому я постоянно вижу на улица мужчина и вот это прям вообще очень часто даже не знаю женщин идущих за ручку я видел всего несколько раз а вот мужчины за ручку это здесь постоянно это не означает что они геи это означает что они очень дружат а вообще еще я вчера прочитала я этого не знала конечно вот жалко что нельзя войти потому что здесь везде висят картины и они еще подписаны очень красивые ребята этот конечно шикарный зал еще я вчера прочитала что я хочу спросить у своего друга индийца из джиткура но в общем информация такая что женщина считается родившейся женщиной считается что значит у него у этого человека в том в той жизни была плохая карма это такое как бы так сказать мини проклятие родиться женщиной и вообще женщину как бы не хотят иметь детей девочек женщины цель жизни выйти замуж нарожать сыновей и хорошо их воспитать и вот если она нарожала сыновей хорошо их воспитала то она как бы еще так ничего сойдет а вообще женщина это такое низшее существо о боже мой о боже вот это я понимаю дворец ребята я таких дворцов еще не видела я была в дворцах уже до этого но такого я еще не видела ни разу расскажу честно но я не думаю конечно что это золото потому что если здесь было позолочено я бы нашла эту информацию интернете нет такой информации не находила поэтому я думаю конечно что это просто краска золотая но сделано очень красиво информация про женщин непроверенная я попробую разузнать но то что здесь женщин ценят меньше чем мужчин я думаю знают все вообще в многих азиатских странах так а если не дай бог у женщины умер уж она вообще чуть ли не проклята вот поэтому для них это ужасно и даже есть традиция слава богу сейчас ее практически не практикуют мне сказали самосжигание если у женщины умирает муж она понимает что ее жизнь превратится теперь в ад жить вдовой и очень многие женщины но раньше такой был вообще это запрещено бросались погребальный костер чтобы не жить без мужа ну я спрашивала у ребят у местных они сказали что сейчас такого нет но опять-таки это запрещено но есть совсем такие деревни где люди живут отстало там еще могут практиковать такое но вообще это запрещено по закону чтобы женщина бросалась в огонь со смертью мужа раньше это было прям повсеместно и я прочитала еще что сейчас те женщины которые все-таки так поступают несмотря на закон их очень уважают то есть это прям супер уважение если ты так поступила и когда твой муж умер ты бросилась в гоня это выход что ли стивили запренд кинешь кинешь пеньки все мы прошли весь дворец я сняла вам все что там было вы представляете я не знаю это очень мне повезло вот выход все господи я просто счастлива я смогла вам снять дворец ребята вы сегодня со мной побывали я надеюсь вам понравилось я вас очень прошу подписаться и поставить лайк меня смотрит 70 процентов человек не подписаны без подписки для меня это очень важно все спасибо вам за внимание я надеюсь что вам понравился дворец мы с вами прошли всю территорию и смотри не снаружи вышла с территории дворца и иду покушать смотрите просто случайно натыкаюсь на какую красоту обожаю обожаю такие моменты название храма полностью на хиндзе нет на английском но я посмотрела в google картах название у него сложные господи какая красота мальсур вообще город классная Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok